Новости компании Илона Маска, повальное оборудование робособак роборуками, осязание для роботов, роботы-рыбы и другие новости высоких технологий в одном видео. В этом видео появился сравнительный тест автопилотов Tesla и Veimo, сообщает сайт беспилот.ком. Автор канала All Mars Catalog сначала вызвал беспилотное такси Veimo, а затем проехал по этому же маршруту на своей Tesla Model 3 с автопилотом FSD Beta. Интересно, что Veimo выбрала другой маршрут, чем Tesla, и ехала более осторожно. В итоге робот-акси Veimo потратила 8 минут на поездку, тогда как Tesla Model 3 всего 5 минут 12 секунд. Автопилот Tesla можно использовать на любых дорогах, в любых городах и странах, но только под контролем водителя. Тогда как робот-акси Veimo пока что работают на ограниченных территориях, но с пустым водительским креслом. На видео эксперимента заметно, что робот-акси Veimo, в отличие от Tesla, избегает более опасных поворотов налево на нерегулируемых перекрестках. Вот почему машина выбрала более длинный, но более безопасный для себя путь. В итоге обе машины хорошо справились с маршрутом, прекрасно визуализировали обстановку вокруг себя и двигались плавно без резких разгонов и торможений. Также ни один из автопилотов не нарушил правил дорожного движения и реагировал на знаки. Tesla строит в Техасе систему хранения энергии минимум на 100 мегаватт. Так, Илон Маск решает проблему внезапных отключений электричества, одно из которых случилось в прошлом месяце из-за снегопадов. Tesla не афиширует проект, который ведется под прикрытием малоизвестного подразделения компании Gambit Energy Storage LLC. Автономная станция будет включать 20 больших аккумуляторных блоков с литий-железо-фосфатными батареями, срок службы которых составляет от 10 до 20 лет. SpaceX планирует подключить к Starlink самолеты и весь грузовой транспорт. Соответствующая заявка была подана в Федеральную комиссию по связи с США. В документе говорится, что SpaceX запрашивает комплексную лицензию на работу терминалов Starlink на так называемых подвижных наземных станциях, к которым относятся автомобили, грузовики, морские суда и самолеты. Личным автомобилям пока придется подождать, так как терминалы компании слишком большие для них. На сегодня у Starlink более 1200 спутников и около 30 тысяч пользователей. Команда разработчиков из Китая и США разработали магнитные подушечки пальцев для роботов. Не секрет, что именно осязание позволяет нам так хорошо взаимодействовать с предметами. И именно этим чувством сложнее всего наделить роботов. В данном исследовании роль чувствительных подушечек пальцев играет тонкая и гибкая магнитная пленка. Прикосновение и давление заставляют ее деформироваться, а расположенные глубже датчики регистрируют вызванные этим изменения магнитного поля. Для анализа сигналов с датчиков используется нейросеть. Она позволяет определять не только место и силу соприкосновения, но и ощущать текстуру поверхности. Китайские разработчики представили мягкого робота для глубоководных исследований. Бот длиной 22 см с размахом плавников 28 см создан по подобию глубоководных рыб. Для того, чтобы он мог выдерживать давление воды, вся электроника внутри корпуса из мягкого полимера разделена на модули. Небольшие печатные платы соединены гибкими проводниками и запаяны в силикон. Подобно рыбе, робот перемещается за счет движения плавников, выполненных из эластомера, который сокращается под воздействием на него электротока. Инженеры протестировали робота в трех условиях. В озере на глубине от 8 до 70 метров, в Южно-Китайском море на глубине 3224 метра и на дне Марианского жёлоба на глубине 10900 метров. Хотя в последнем случае видно, что актуаторы робота работали с меньшей амплитудой, всё же устройство сохранило свою работоспособность в экстремальных условиях. Насекомые умеют ориентироваться в мире с динамическими препятствиями, порывами ветра и общей неопределённостью. Команда исследователей Массачусетского технологического института под руководством Кевина Юфенга-Чена решила наделить такими качествами летающих роботов и разработала новое поколение крошечных и подвижных дронов, которые выглядят, действуют и маневрируют как настоящие насекомые. Устройство весом 0,6 грамма может поддерживать равновесие при внешнем воздействии, выполнять сальто и другие сложные манёвры. Инженеры высшей технической школы Цюриха решили, что не обязательно покупать роборуку для спот у Boston Dynamics. Гораздо интереснее сделать её самостоятельно на базе любого доступного манипулятора. Робот с роборукой отслеживает объекты и с лёгкостью манипулирует ими. Robotics Systems Lab тоже решила не отставать от Boston Dynamics и создать для своего четвероногого робота Animal роборуку. Инженеры разработали структуру планирования движений всего тела, которая объединяет задачи динамического передвижения и манипуляций. В результате любая задача с манипулированием внешними объектами может быть решена на бортовом компьютере робота в режиме реального времени в рамках схемы управления с прогнозированием модели. Компания Anybotics показала, как робот Animal умеет избегать динамические препятствия и автономно ориентироваться в непростом пространстве. При наличии высокоуровневых навигационных команд робот может безопасно перемещаться к целевому местоположению на основе данных с камерой глубины и обучению с подкреплением. Данные, включающие изображение с камеры и её траекторию, объединяются системой и используются для моделирования состояний окружающей среды. Deep Robotics опубликовали новое видео своего робота Doing Mini Light. Робот делает сальто. Возможно, умеет обходить препятствия и следовать за человеком. Возможно, потому что компания видео не комментирует, а за кадром может находиться человек-оператор. В любом случае, робот выглядит шустрым и ловким, а ещё очень похожим на робота Spot. После удачного выступления в честь китайского Нового года, Unitry Robotics стали предлагать роботов для массовых выступлений. Кстати, распаковка и обзор такого робота недавно вышли у нас на канале. Ссылка в подсказке и описании видео. Также Robotics Systems Lab показала в действии своего самого сильного робота Menzi Mach M545. Беспилотный полуавтономный шагающий экскаватор помогал службам быстрого реагирования в моделируемой автомобильной аварии со взрывом. На прошедшей выставке MWC Shanghai 2021, посвящённой технологиям нового поколения, компания Huawei заявила, что построила более половины из 140 коммерческих сетей 5G, развернутых на данный момент в 59 странах. И это несмотря на запреты на её сетевое оборудование во многих странах. Надо отметить, что большинство директоров крупных технологических компаний, выступавших на мероприятии, отметили, что именно внедрение сетей 5G в ближайшие годы будет определять скорость развития технологий во всех странах мира. В Китае депутаты одобрили амбициозный план технологического прорыва. Согласно ему, к 2035 году страна должна совершить значительный прорыв в технологиях, от искусственного интеллекта до квантовых компьютеров и биотехнологий. Для этого расходы на фундаментальные исследования будут увеличиваться более чем на 7% каждый год в течение 5 лет. Это поможет сократить зависимость страны от иностранного рынка технологий, в частности от американского. Хотелось бы, чтобы и в нашей стране правительство уделило технологиям больше внимания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не пропустите новый выпуск на канале, в котором мы расскажем, кстати, про российские технологии, а конкретнее про самого известного в нашей стране робота Фёдора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова